Задача номер 998. Диаметр источника света 20 см. Расстояние его до экрана 2 м. На каком наименьшем расстоянии от экрана нужно поместить мячик диаметром 8 см, чтобы он совершенно не отбрасывал тени на экран, а давал только полутень? Прямая, проходящая через центры источника света и мячика, перпендикулярна плоскости экрана. Запишем краткое условие. Задача номер 998. Донат. Диаметр источника света равняется 20 см. Диаметр преграды мячика равняется 8 см. Расстояние до экрана от источника, обозначим буквой L, равняется 2 м. Найти минимальное расстояние, которое обозначено через X. Переведем в систему СИ. Все переведем в метры. Первый диаметр будет 0,2 м. Второй диаметр 0,8 м. Любая задача по геометрической оптике начинается с правильного построенного рисунка. Сделаем вначале рисунок. Изобразим экран, источник и преграду. Вот это пускай будет у нас источник света D1. Поместим экран где-то. Вначале поместим преграду 8 см. Вот у нас преграда вторая. Теперь изобразим, как образуется тень и пауки. Проведем с крайних точек источника через крайние точки преграды прямые линии. И вот мы видим, что эта область теней только для этого участка. Теперь проведем с этого. И вот у нас образовалась область полной тени. Вот только где она у нас будет. Все остальное везде будет полутень. Это у нас полутень. И вот это у нас полутень. Только вот эта область у нас даст тень. То есть экран нам нужно расположить теперь вот где-то вот здесь. Ну теперь нарисуем отдельно более подробно этот рисунок для того, чтобы можно было решить. Вот это у нас пускай будет, мы уже знаем, D1. Вот это у нас преграда D2, D1. Ну и теперь проведем прямые линии. Останавливаемся еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. И вот здесь у нас должен располагаться экран. Э-кран. Ну а теперь ведем обозначение. Это D1, это D2. Обозначим треугольники. А, Б, С. И пускай здесь будет М и К. Так вот треугольники А, Б, С и А, М, К между собой подобны. Идем в расстояние до экрана. Вот это расстояние у нас L, мы обозначили. А нам необходимо найти расстояние B. Вот это расстояние, то есть расстояние X, которое мы будем искать. И, значит, я тут его обозначил, это расстояние X. Ну, чтобы было удобно нам внести длины L и X, мы рассмотрим их в следующей треугольнике. Введем еще две буквы. Пускай будет эта буква К. А, К у нас есть. Значит, пускай будет буква L, а вот это у нас будет F. Тогда я могу записать, что треугольник А, Б, С подобен треугольнику А, Л, М. А, Л, М. И тогда, исходя из свойства подобия треугольников, я могу написать, что расстояние и сторона треугольника М, Л относится к стороне Б, Ф, как, соответственно, сторона Л, А относится к стороне Ф, А. А теперь, исходя из рисунка, мы видим, что М, Л – это и есть не что иное, как Д1 пополам, Б, Ф – это и есть не что иное, как Д2 пополам, расстояние Л, А – есть наша Л маленькая, и расстояние Ф, А – есть расстояние X. Подставим предыдущую формулу. Значит, получается у нас Д1 пополам разделить на Б, Ф – это Д2 пополам, и это, в свою очередь, равняется Л поделить на X. Двойки можно сократить и записать, что Д1 относится к Д2, как Л относится к X, отсюда можно записать, что X будет равняться, пропорции крест на крест перемножаем, Д2 умножить на Л разделить на Д1. Подставим числовые значения. Д2 у нас равняется 0,08 метра, Л равняется 2 метра, и Д1 равняется 0,3 метра. В результате получаем 0,8 метра и 80 сантиметров. Продолжение следует...